ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одинаковые недомогания сближают сильнее, чем одинаковые убеждения, говорил в прошлом веке немецкий журналист Роберт Лембке. Здравствуйте! В эфире «Про здоровье» вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда тяжело дышать, как жить с диагнозом хроническая обструктивная болезнь лёгких? От 300 граммов, что помогает выхаживать новорождённых с ультраэкстремальной массой тела? И одним добрым делом больше, как собирали деньги на коляску для 10-летней Кати. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хроническая обструктивная болезнь лёгких, по данным Всемирной организации здравоохранения, одна из самых распространённых патологий лёгких. Опасное и коварное заболевание, от которого умирают в 8 раз чаще, чем, например, от бронхиальной астмы. А ведь болеют ей в 2 раза больше людей на планете. Современные подходы к диагностике, лечению, профилактику и реабилитацию ХОБЛ обсудили в Новосибирске на научно-практической конференции. Десять дней в больнице, неделя дома. К такому режиму Михаил Владимирович уже привык. В этом году уже 15-я госпитализация. Он вспоминает, начиналось всё 4 года назад. Попал к врачам, и сразу третья стадия хронической обструктивной болезни лёгких. Раньше никаких симптомов, ничего не было, не обращались? Ну почему? Были, но я не обращался. Думали, само пройдёт? Да, само пройдёт, да помнёт, и к врачу идти витаю. Я думаю, не стоит. Ну, оказалось и так. Всё хуже, хуже накапливалось. В отделении пульмонологии каждый второй пациент с таким диагнозом. Большинство – курильщики. На первом месте табакокурение, конечно, как всегда. И второй основной фактор – это окружающая среда. Место, где человек работает, чем он дышит. Развивается всё с хроническим бронхитом. Затем пациент отмечает на фоне утреннего кашля появление одышки. Развивается хроническая обструктивная болезнь лёгких. В Новосибирске заболеваемость выше, чем в среднем по стране. Больше 20 тысяч человек. Однако высокие цифры – это и результат своевременной диагностики. Выявление заболевания – это тоже большая проблема, потому что многие пациенты-курильщики с одышкой не обращаются к врачам. Они считают, что одышка – это как проявление возраста, может быть, фактора курения. И они не требуют такого очень хорошего качества жизни. Обостряется заболевание в межсезонье. Потому не случайно ноябрь Всемирная организация здравоохранения выбрала месяцем борьбы с ХОБЛ. В Новосибирске в это время пульмонологи традиционно проводят научно-практическую конференцию, чтобы познакомить врачей с самыми последними данными. Новые подходы появляются каждый год. Ситуация остаётся острой. Ежегодно вот сейчас умирает в мире 3 миллиона человек. Ежегодно 3 миллиона человек от хронической обструктивной болезни лёгких. А вот к 2020 году, это уже что, через 2-3 года, да, это уже будет 6 миллионов. И, несмотря на то, что, казалось бы, да, 21 век, много лекарственных препаратов. Но, тем не менее, это заболевание смертельное. Николай Горбунов больше 10 лет занимается изучением хронической обструктивной болезни лёгких. В этом году защитил докторскую диссертацию. Изучал возможности малодозной цифровой флюорографии в диагностике и мониторинге обострений ХОБЛ. Объясняет, пациентам с этим заболеванием необходимо регулярно проводить рентгенологические исследования. Чаще делают компьютерную томограмму. Однако доза, которую при этом получает человек, очень высокая. При компьютерной томографии грудной полости пациент получает в среднем 6 миллизиверт. В то время как при цифровой флюорографии этот показатель составляет 0,05 миллизиверта. Новые методики, инновационные лекарственные препараты. Однако, подчеркивают медики, не всё зависит от них. Пациенты должны бросить курить, не забывать о физической активности и здоровом образе жизни. Поделились уникальными технологиями и достойно представили регион. В Новосибирск вернулись медики с 6-го съезда хирургов Сибири и Дальнего Востока. Проходило мероприятие в Иркутске. Участие в нём приняли около 300 врачей-специалистов и учёных. Из них 20 человек – делегация столицы Сибири. 14-летняя Арина из Колывани практически с рождения на врачебном контроле. Год назад ситуация стала критической. Новосибирские врачи пересадили юной пациентке мамину почку и даже создали новый мочевой пузырь. Жизнь девочки спасали три операционных бригады в течение 10 часов. Мы так попали сюда по велению судьбы к таким золотым рукам, к врачам, к золотым сердцам этих людей. Большое им спасибо, конечно. Они творят чудеса на самом деле. Этот клинический случай стал одним из представленных новосибирскими врачами на 6-м съезде хирургов Сибири и Дальнего Востока. Второй доклад мы поделились нашим скромным опытом лечения стриктур мочеиспускательного канала у детей. Но на сегодняшний день наш скромный опыт является одним из ведущих в России именно в детской практике, вологической. Новосибирские медики представили 16 докладов. 9 из них подготовили специалисты областной больницы. Делились уникальными наработками. Это и вопросы организации трансплантологической помощи, и опыт регионального центра коллапрактологии, и методики приосложненной желчнокаменной болезни. Сразу два доклада касались работы центра диабетической стопы. Рассказывали о своих успехах, интересовались опытом коллег. Мне интересно было послушать, скажем, доклады смежных специальностей, о которых я практически ничего не знаю, с которыми не сталкиваюсь. Вот тот же доклад, уже упомянутый сегодня, о хирургической коррекции пола. Интересно? Интересно. Я бы никогда не знала ни методики, ни варианты. Это больше только для общего развития, что ли. Интересные доклады детские хирурги представляли. Интересно было, на какой уровень сейчас вышла коллапрактология с концепцией дивертикулярной болезни. Пообщаться удалось с ведущими специалистами страны. На мероприятии присутствовали больше 300 человек, притом не только из сибирских и дальневосточных регионов. В онлайн-режиме из операционной транслировали эндоскопические вмешательства столичных врачей. Впервые в этом году состоялись секции для молодых ученых и операционных сестер. Каждый участник съезда получил практические рекомендации для дальнейшей работы. Нашей делегации было поручено, учитывая такие многопрофильные доклады, очень глубокие и серьезные доклады, на международном хирургическом форуме, который состоится в Москве в апреле месяце, подготовить сообщения, подготовить серьезный доклад, который мог бы называться «Возможностях современного большого многопрофильного стационара по организации хирургической помощи». В прошлый раз пятый юбилейный съезд проводили в Новосибирске. Тогда в числе приоритетных направлений называли малотравматичную детскую хирургию. Отмечают, изменения за три года очевидны. В этот раз в резолюции развитие неотложной помощи, эффективная организация донорских баз, техническая оснащенность районных больниц и участие молодых специалистов в международных форумах. Высокотехнологичный аппарат для лазерной коагуляции уже в этом году появится в детской городской клинической больнице номер 4. И тогда на базе клиники смогут проводить не только диагностику, но и лечение ретинопатии новорожденных, грозного заболевания. Если вовремя не сделать операцию, ребенок может остаться незрячим. Новое оборудование появилось и в детской реанимации медучреждения. Подробнее в нашем сюжете. Маленький Иван хорошо набирает вес. За неделю поправился на 300 граммов. Торопится домой. Родители шутят. Младший сын у них нетерпеливый. Неожиданно было. Ну просто как-то лежала дома, воды начали отходить. Ну ни с того, ни с сего. Может, как говорят врачи, экология у нас такая, потому что очень много таких. Вот, 70, видимо, надоело. Может, ему там, говорит, мам, все, пора, наверное, к Новому году готовиться. Хочу в этот день по гороскопу. Да, причем родился 12 ноября. Это день сыновей. Папа Ивана увидел сына сегодня впервые. На фото как-то выглядел как-то побольше вроде. Ну, за что-то, глянула. А не все, в принципе, в роллы. Ничего, время будет, как говорится, вырастет. Хорошо растет и эта маленькая пациентка. Пока она весит меньше 900 граммов. Ей всего несколько дней. Если бы малышка еще не родилась, шел бы лишь седьмой месяц беременности. Сегодня офтальмолог Светлана Евгеньевна детально осматривает девочку. Через три недели обязательный скрининг, чтобы не пропустить ретинопатию новорожденных. На ретинальной камере на две недели раньше можно увидеть изменения на глазном дне, чем когда мы смотрим глазом. Но его можно зафиксировать и картинку сравнивать в процессе нескольких дней. Если врач сомневается, изображение можно выслать ведущим специалистам страны или следить за диагностикой онлайн. Ретинопатия возникает у 84% недоношенных детей. Почти у каждого пятого заболевание протекает в агрессивной форме. Если не сделать операцию в течение 72 часов, ребенок может ослепнуть. Диагностическое оборудование в 4-ю детскую больницу уже поставили. В декабре придет аппарат для лазер-коагуляции. Потратили на это почти 20 миллионов рублей из регионального фонда обязательного медицинского страхования. Еще 18 миллионов из областного бюджета пошло на оснащение реанимационного отделения. Вот пример у нас инкубатор. Он предназначен для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. И представляет собой такую замкнутую систему, где обеспечено влажность и тепло. Если ребенок будет чуть постарше или чуть побольше, ему будет уже в инкубаторе некомфортно. Для них есть специальная открытая реанимационная система, где есть источник лучистого тепла. Есть замечательная такая вещь, как матрасик с подогревом, который тоже может регулироваться температура. Но нет такого закрытого контура. Через отделение ежегодно проходит около 400 новорожденных со всей области. Некоторые весом всего 300 граммов. Даже появился новый термин – ультраэкстремальная масса тела. В прошлом году тоже были ребятишки 300 грамм, которых мы выходили и выписали домой. В этом году два ребенка с такой. Это, конечно, не такая частая ситуация. Но у нас все учреждения родоспоможения сейчас оснащены оборудованием. Врачи учатся. И, конечно, помощь этим детям оказывается с самых первых минут рождения. То есть есть такое понятие «золотой час», первый золотой час, который, в общем-то, определяет всю последующую жизнь ребенка. Потому что мы боремся не только, чтобы сохранить жизнь ребенку, но сохранить ее качество, конечно, прежде всего. Как дела у нас, как у них, спрашивают быстрее, чтобы набирали вес. С Кириллом и Викторией Дарья беседуют ежедневно. Реабилитацию двойняшки проходят в отделении патологии недоношенных. Молодая мама уверяет, дети ее узнают, реагируют на голос, открывают глаза. И внимательно слушают, как их ждут папа, бабушки, дедушки и даже коляска-лимузин. Скоро родители смогут взять малышей на руки. Два мобильных диагностических комплекса вышли на маршрут. Еще два приедут в Новосибирск в январе. Тест-мобили помогут всем желающим бесплатно и анонимно проверить себя на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Куда отправятся спецавтомобили и на какие средства их удалось приобрести, знает Елена Мирошниченко. Новые, комфортные и теплые. Первые два тест-мобиля сегодня прибыли в Новосибирск. Их передают в собственность первой инфекционной больницы города. Приобрел диагностические комплексы донор-меценат. Он пожелал остаться неизвестным. Есть лишь информация, что это Новосибирец. Каждый тест-мобиль стоит по 5 миллионов рублей. Такое большое пожертвование в области профилактики ВИЧ-инфекции впервые в России, говорят представители благотворительного фонда. Мы считаем, что благодаря именно этому человеку, этому меценату, именно этому донору, вот этот вот барьер в борьбе с ВИЧ-инфекцией, он пройдет. Оборудованные автомобили будут стоять в самых людных местах мегаполиса. Внутри, как в лаборатории, стерильность. Воздух обеззараживает специальный облучатель. Специальные тест-полоски по ВИЧ-инфекции, по определению ВИЧ-инфекции и по гепатиту С. Тест одноразовый скарификатор. С спиртовой салфеткой обрабатывается палец. Одноразовым скарификатором пальчик прокалывается. Промакивается вот эта вот тест-полоска и промакивается в специальный раствор. Просто он как цвет там меняет, да? Да. Капля крови, 15 минут и статус ВИЧ-гепатита С известен. Точность больше 90%. Такие тест-мобили позволят охватить больше населения. Поедут даже в отдаленные деревни. Именно среди сельских жителей сейчас отмечают инфекция распространяется быстрее, чем среди городских. Мобильные пункты и акции там бывают реже. Регион по-прежнему остается лидером в стране по количеству зараженных. В этом году ВИЧ-инфицированных стало на 3000 больше. То есть примерно из 80 жителей региона один болен. Мы ходим, сдаем общий анализ крови. Мы ходим, сдаем сегодня какие-то другие исследования, флюорографию делаем. Так и должно сегодня войти в привычку просто человека. Прийти и проверить свой ВИЧ-статус. Мы не можем согнать насильно людей. Добровольность и анонимность – это главный принцип. Но формирование нового сознания, нового мышления людей – это наша общая с вами задача. Сдвиги в изменении сознания, говорят, уже есть. Желающих узнать свой ВИЧ-статус становится больше. С гепатитом С ситуация стабильна и управляема. У нас существует в Новосибирской области программа по лечению гепатита С. Понятно, что это достаточно дорогостоящее лечение. Но программа эта работает с 2013 года. И уже огромное количество пациентов пролечены. И большинство из них, большая их часть, пролечены с выздоровлением. То есть они находятся в стойкой вирусологической ремиссии, что не позволяет уже дальше распространять инфекцию. Эти автомобили выйдут на улицы Новосибирска 1 декабря. Вместе с мобильным пунктом, который работает в регионе уже несколько лет. Места стоянки можно посмотреть на сайте Минздрава или на портале testmobile.ru. Еще две машины приедут в регион в январе. Они будут курсировать по райцентрам и отдаленным селам области. Неравнодушные жители области помогли приобрести специальную коляску для 10-летней Кати Степановой из села Абрамова Куйбышевского района. Программа про здоровье рассказывала о том, что у девочки сложная форма ДЦП и простые средства реабилитации ей не подходят. О добром деле, которое удалось реализовать всем вместе, расскажет моя коллега Оксана Тимошенко. Если по прямой ехать, допустим, не нужно никуда поворачивать. Это вниз опускаете, кажется, поворачиваете, за щелчка. Нет, нет, вниз опускаете и до щелчка поворачиваете колесо. Небольшой инструктаж для папы проводят в отделе медтехники. Именно сюда доставили коляску для особенной пациентки. Множество функций, то есть у нее специальные подушки разработаны для удобства. Регулировка различных положений, то есть как для ног, так и для спины. Она переходит в лежачее положение, в сидячее положение. Весит конструкция не больше 5 килограммов и легко помещается в семейный автомобиль. Дома подарок ждут Катя с мамой. Когда первые два дня сбор маленько встал, то первые два дня. Но сначала думаю, господи, наверное, зря все это начали, все это затеяли. Все-таки есть добрые люди, большое спасибо за это. Без них мы бы не осилили бы эту коляску. Большое спасибо всем. Теперь мы будем гулять. Коляску доставили из Китая. На заводе ее собрали по американской технологии. 70 тысяч рублей на покупку специального средства реабилитации для Кати удалось собрать за 3,5 недели. Это и Новосибирск сам непосредственно, Куйбышев, Барабинск, там Северная, Каргат, Чулын. То есть вот эти постоянно с нами. Про Катю просто вот нереально была волна. То есть как бы пошло распространение и в Болотном. То есть Болотная подслушана, делимся, сама лично видела. То есть Каргат все. Благодаря неравнодушным людям и благотворительному фонду «Сибирь боли нет» По помощь уже получили больше трех десятков детей из разных районов области. А теперь к новостям обязательного медицинского страхования. Пройти диспансеризацию раз в три года могут все граждане старше 21 года. Страховая компания «Семасмет» за 10 месяцев 2017 года оповестила о необходимости прохождения диспансеризации около 157 тысяч человек. Для нас очень важна обратная связь. И с теми, кто не прошел диспансеризацию в этом году, мы проводим телефонные опросы. И проводим их, конечно, не для галочки. Прежде всего для того, чтобы выяснить, почему человек не прошел диспансеризацию в этом году. Может быть, не хватило времени, может быть, возникли какие-то другие трудности. Для того, чтобы выяснив вот эти проблемы совместно с территориальным фондом обязательно медицинского страхования совместно с Министерством здравоохранения разработать и предпринять какие-то меры для улучшения посещения диспансеризации уже в следующем году. Кроме того, я хочу сказать, что у нас на нашем сайте разработана система под названием «Сервитиум мед», которая позволяет каждому застрахованному посмотреть свое лечение, посмотреть свою диспансеризацию, ответить, работает система вопрос-ответ. «Пожалуйста, регистрируйтесь, пользуйтесь помощью». На конец ноября 2017 года специалисты компании «Симосмет» обзвонили почти 6,5 тысяч застрахованных. Среди опрошенных 95 человек сказали, что их не устраивает качество медицинской помощи. И они пользуются диспансеризацией в платных лечебных учреждениях, в платных клиниках, где тратят свои деньги. Около 3000 человек обещали пройти диспансеризацию в этом году. Но время уже поджимает, и с такими людьми мы связываемся дополнительно, объясняя им, что если они не пройдут диспансеризацию в этом году, они утратят право на прохождение бесплатного медицинского осмотра на ближайшие три года. В этом году пройти диспансеризацию имеют право граждане, чей возраст делится на три без остатка. И нужно поторопиться. Бесплатно провести диагностику своего здоровья застрахованные, кому диспансеризация положена в этом году, могут до конца декабря. Анализ работы страховых представителей страховой медицинской организации «Семасмет» за 10 месяцев 2017 года говорит о том, что люди стали внимательнее к своему здоровью. Из 157 тысяч проинформированных о диспансеризации, около 130 тысяч в поликлинику пришли. И напоследок античный афоризм. Невоздержанность кормилица врачей. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот как всё запущено. За здоровьем надо следить и к доктору ходить на проферактику. Да, а то будем девочеку. А это так неприятно. Пострахованные граждане по полису обязательного медицинского страхования приглашаются для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров. Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях в программе «Про здоровье» на телеканале ОТС.